В целях эффективного проведения летнего отдыха учащихся функционирует 3 загородных из 65 пришкольных лагерей. В этом сезоне планируется охватить около 1200 учащихся. На эти цели из местного бюджета выделено 54 миллиона тенге. Приоритет, как правило, отдается детям из социально уязвимых групп и лишенным родительской опеки. В этом году в связи с эпидситуацией летние лагеря организованы с соблюдением санитарных требований. Подробнее в следующем видеоматериале. Работа летних лагерей в самом разгаре. В текущем году для 1174 детей из социально уязвимых слоев населения из бюджета выделено 54 миллиона тенге. Из них 385 – дети-сироты и дети, находящиеся под опекой. По словам специалистов городского отдела образования, работа лагерей осуществляется в соответствии со специально утвержденным календарным планом. В этом году Министерством образования и науки разработана республиканская концепция по организации досуга летнего отдыха детей. В рамках данной концепции со стороны городского отдела образования была создана комиссия по приему для загородных лагерей. Кроме того, разработан календарный план пришкольных лагерей и на сегодняшний день ведется планомерная работа. Загородный отдых традиционно проводится в трех лагерях – этажах «Канат», «Радуга» и «50 лет Турксибу». В каждом за сезон отдыхают 350 детей. Все они работают только с 50-процентной заполняемостью. От отдыхающих школьников обязательно требуется отрицательный результат на ПЦР-тест. Загородные лагеря организуются в особом порядке. Въезд автотранспорта и посторонних лиц на территорию лагеря запрещен. Кроме того, персонал лагеря находится там один сезон. В течение всего сезона выезд из лагеря запрещен. Кроме того, в 65 школах города работают пришкольные лагеря. Пришкольные лагеря, организованные в режиме онлайн, предусмотрено охватить более 9 тысяч детей. Сегодня уже завершились два сезона. Каждый день в лагере проходят согласно календарной тематике. Например, сегодня день искусств. Ребята показывают свои таланты, участвуют в конкурсах и состязаются с другими школами города. Пришкольные лагеря проходят в онлайн формате, согласно письмо управления санитарного контроля. Также в этом году в сельских школах организованы трудовые отряды. На основании заключенного договора с агрофермой в селе Приречное 40 детей трудятся в две смены. Учитывая возрастные особенности школьников и климатические условия, время работы ограничено, говорит Мадьяр Байтабанов. А трудовые договоры учащихся выполняются по согласованию с родителями. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин